Сергей Евгеньевич, не ресторан ли здесь задумал ваш отдел культуры, и это был основным движителем этого проекта? У нас с вами кафе занимает больше места, чем выставочный зал, чем курсор для хореографии. Это уже бизнес у вас здесь. Вы посмотрите повнимательнее. Татьяна, вы посмотрите повнимательнее. Я так понимаю, что, наверное, скорее всего, это все из-за какой-то торговой точки, чем было, вот это все остальное сюда привлечено, потому что свой пищеблок, здесь приготовление пищи, да, то есть это... Вы посмотрите, чтобы это ночное заведение у вас не было, а то вы тут 6 поставите 7 метров и будете потом сидеть хлопать, мелко столкнуть. Хорошо. У нас кто здесь предусмотрено функционально, кто может... Расскажите, скажите, расскажи, что у вас функционально предусмотрено по этому объекту? И вам для чего вот эта трехэтажная крыша, там кто будет у вас цирк, вы... А здесь будет потолок. Какой потолок? Сейчас будет 3 метра. Потолок 3 метра. Нет, не 3 метра. На уровне 7 метров будет потолок. Ну, а 7 метров нам зачем? Высота нам... У нас там кто, циркачи будут, а что там? Это же, образно говоря, как обычно делать? Культурно-досугое учреждение. Там какой досуг будет? Вот потолок где будет? 7 метров отсюда? Ну, мы что будем на 7 метров делать? Чем мы будем, каким досугом будем людей занимать на 7 метров? Здесь вот, например, будет хореографический класс. Да. Общий проект, то есть 231 миллион, а контракт на строительство 174 копеек. Слушайте, вы посмотрите, как мы проигрываем, да? Вот рядом магазин с тройматериалами, я смотрю, да? Который просто своей красотой привлекает жителей. Я думал вначале, слушайте, это вот наш объект. А потом смотрю, я смотрю, тройматериал. Знаете, он стоит копейки, наверное, да? Ну, не 175 миллионов, Сергей Евгеньевич. По площади, наверное, больше, чем здесь. Да? И также панели. Такие же панели, правильно? Как и мы делаем. Что у тебя будет наверху еще 3 метра? Вот скажи мне, мы за что государство, за что деньги платим? Вот здесь я скажу, вот потолок душевой, так? Или нет, скажи, вот так кто будет у тебя жить? Вот, еще 3 метра от душевой крыши, потолка душевой, до потолка верхнего. Что там будет, скажи? Техническая красота. Какой техник? Там какой техник будет жить? И у тебя по всей территории, так, вот я что, Сергей Евгеньевич, понимаешь? Вы понимаете, как строить? Я понимаю, что вы открыли, деньги вам заплатили, все строите, хорошо, по проекту строят. Но вы мне ответьте, вот сюда, вот отсюда, посмотри, там что будет? И так у вас по всей территории не может быть потолок 7 метров, понимаете? Да, он может пускать там, если это входная группа, но, извините меня, вот, пожалуйста, душевая. Я почему и вам пытаюсь увидеть, вот вам класс хореографии. Он тоже у вас будет не 7 метровый потолок, он не нужен там. Да, зеркала, все хорошо, объем, чтобы свободно решать и все. Но куда вот эти потолки? Это же, ну, фактически получается неиспользуемое помещение и специфично затраченные средства Сергея Евгеньевича. Кто это за социалки? Вы как отвечаете, за что? Я начальник, княлка, культура. Культура. Что-то культурное там будем делать на верху, скажи мне. Ну, скажи. Ты кого туда будешь затаскивать, какую хореографию? Ну, просто, вот, скажите. У нас что с вами, извините меня, вот эти 7 метровые объемы, они кому нужны для нашей климатической даже зоны? У нас что здесь, слушайте, все по 5 метров жители, что ли? Или вы хотели здесь еще в зоопарке привезти сюда жирафа, чтобы он туда вмещался и ходил здесь жирафа? Вот здесь 5 лепестков. Да. Это хореография, это гардероб, столовая. Да, и концертный зал. То есть сделать-то. Да, и выставочный зал. Покушать и шмотки повесить? Да, да, да. Вот об этом речь, как мы будем, Сергей Евгеньевич, мы же с вами говорим, как этот культурный центр будут использовать жители Балаковых. Во-первых, он находится над Шим. Так. Привозить сюда людей на какие-то большие мероприятия? Может такое быть. Вот посмотрите, вы же, наверное, были или видели на ВДНХ, да? Все регионы представлены. Там полностью вся экспозиция по-разному. Там интересно. Пространство, все. Каждый метр используется. А что у нас? Правильно. В хореографии сколько будет человек заниматься? Ну, примерно, кто? У вас трёх. Были? 50 человек. 50 человек. Да, хорошо. 50 человек. Выставочный зал. Что вы там выставите, когда на эти площади будут все заняты, все люди будут приходить и сказать, а что же нам там выставили в выставочный зал? Что вы там выставили? Произведения нет. Хорошо. Креативность, плодов, творчество, центр национального службы. Хорошо. То есть у вас все жители придут на это? Я думаю, нет. Это же специфичные вещи, да? То есть поток маленький, прохождение людей маленькое. Правильно? Ну, не 50, а даже человек. За один раз. Вот и я проехал. Это хорошо, если на открытии выставки вы сможете 50 человек туда привлечь, а так в течение дня. Ну, вот пусть правильно за этот вопрос. Я не знаю. У нас, тем более, есть городской выставочный зал. Есть городской выставочный зал, правильно. У нас, знаешь, перегибы. То мы балет устроим в школе моряков, я опять же не против балета. Пускай наши ребята, ученики речного нашего училища занимаются балетом. Это тоже развитие. Как мы с вами увидели, в Кремле был бал кадетов. Ну, прекрасно же посмотреть. Но мы берем, и там, где пространство для учеников, мы маленькие детей обучаем. Хотя места много в городе. Специализируемых где-то можно. Так же и здесь. Мы сейчас опять, вот я, насколько знаю, сегодня Роман Ильич, по крайней мере, читал, Мусаргин собирает совещание по тем объектам, которые не сдаются в этом году. У нас ряд объектов федеральных не завершены в этом году. Это плохо. То есть при наличии финансирования, при наличии денежных средств не смогли тот или иной объект завершить. Да, это у нас хорошо двухгандичный объект. Но я все-таки за то, Сергей Евгеньевич, что все-таки заказчиком должен выступать ГУПС. Мы об этом говорили. Не, извините меня, Дом культуры в Икафатроге или здесь должен быть заказчиком. Понимаете? Почему? Я вам скажу. Потому что вот этот объект стоит 178 миллионов. 175 миллионов. Слушайте, но он ничего не стоит. Это же вот, это дерево плита с перегородками, с алюминиевыми. Это все делается за определенное короткое время. Все, здесь другого ничего нет. И он функционально нам не подходит. У нас внизу будут батареи, так? А вверх 2,5 метра мы будем при точной вентиляции гнать туда еще теплый воздух. Понимаете? Чтобы не было у нас разницы температур. Сергей Евгеньевич, вы же как энергетик понимаете, о чем речь. То есть мы внизу батареями отапливаем, а пространство вот этого 2,5 метра, которое пустое, а его так не оставили. Потому что у нас будет разница температур. Мы еще специально принудительно вентиляцией будем отапливать. Там никого не будет. Очень много председателем Государственной Думы Вячеслава Викторовича мы сделали не только по привлечению финансовых средств, но и как вы что-то с головой смотрите, вам стыдно, что ли? Или вы смотрите, как вас подчиненные увидят, что мы с вами дискутируем. Ничего страшного. Сергей Евгеньевич, ничего страшного. Мы же говорим, как есть. Вячеслав Викторович в Государственной Думе принял решение. Как только деньги в бюджет заведены, то уже с Нового года, с января, они начинают поступать в регионы. У нас же была проблема, когда деньги дорожные поступали в сентябре месяце. Работают только октябрь, ноябрь уже, значит, все там заморозки. Да и так. И поэтому в начале года деньги финансированные поступают в регионы. Но строительство начинается как раз как уже в лето. Вы когда здесь начали строить? В прошлый год. Когда срок? В начале года. В январе? Я не видел. В ноябре этого года. В ноябре 21-го года. Договор, что контракт подвески 25-го. 25-го ноября. А деньги когда вышли? Вы в 22-м году начали? Да. Так вот третий год будешь строить? Ну это 22-й, 23-й. И на Бурчуе 24-й. У нас же тоже, так говоришь, типовой проект. Так или нет? Вы его изучили, типовой проект. Вы его не могли изучить. Почему? Потому что строитель строил и только в этом году увидел, что у него одной стены нет. Так или нет? Так или нет? Главный заказчик, вы этого не знаете, а я депутат был, и мы знаем, что здесь был просчет. В проекте не было одной стены запланированной, которую выберет типовой проект. И какое-то время нам пришлось уже корректировку наносить. Вот о чем речь. Поэтому это вот как раз, я еще раз говорю, показатель. Это не худшее, что есть, если вы на следующий год сдаёте, и у вас двухгодовой контракт, чтобы побыть в Патрон, что здесь. Но в любом случае, вот это сегодняшняя реальность. Спасибо.